Всем огромный привет! Сегодня пятница, а это значит, что у нас сегодня снова влог. На этой неделе у нас договорённость с виногруппниками, мы завтра поедем отдыхать за город, поэтому влог будет насыщен интересными событиями. И, собственно, сегодня уже один мой вид — это одно большое интересное событие, потому что я не знаю, что случилось, но я спала очень плохо, но очень мне было плохо. Я не знаю, в связи с чем, вот, вроде как бы... Ну, вот больше всего похоже на аллергии, но я не ела никаких продуктов, которые могли бы вызвать аллергию у меня. Но у меня вот даже я в очках сегодня, потому что у меня очень сильно болят глаза. Я не знаю, с чем это связано, но мне реально очень-очень не очень сегодня. Вот, ну, как вы видите, у нас как... и так как я иду в одной рубашке практически лето, но температура хотя бы адекватная. Единственное, что ветер сегодня. Вот, вчера был дождь ночью практически уже, и какая-то такая влажность была в воздухе. Возможно, мне ночью из-за этого было плохо, я не знаю. Но у меня такая дикая слабость, я вообще... голова не работает абсолютно сегодня, настроение не рабочее. Ну, правда, пятница откуда возьмется, настроение не рабочее. Вот, кстати говоря, вот весь мой аутфит такой, знаете, такой офисный клерк. У нас уже вечер наступил, жара спала, даже духота вот эта вот утренняя. И бегу я уже, называется, как всегда, Маша опаздывает, успеет доехать до галереи за 10 минут. Но умею, знаю, практикую, я за 15 минут доехала до московского вокзала, когда... Ну, как за 15 минут? За 10, за 15. У меня тогда бабушка приезжала, я ехала её встречать. И, в общем-то, я прибежала на платформу, и поезд только подходил. Так что я умею быстренько бегать, особенно это было 9.45, то есть это, в принципе, был час пик метро, то есть народу было ещё достаточно много. Сейчас уже посвободен, сейчас здесь 9 часов вечера, вот. Поэтому я думаю, что я успею. Ждёт меня моя однокупница. Насколько я люблю опаздывать, но сегодня свой пальму первенства в этом деле я уступила. Я реально приехала практически вовремя. Но 40 минут — это жесть. Вот сейчас иду навстречу, чтобы как-то ускорить процесс встречания. Иду я в сторону станции метро «Восстание», а потом пойду по улице «Восстание». Вот если вам это же о чём-то говорит, то смотрите, уже в принципе темно в городе, но уже включили везде фонари, освещение в центре, поэтому вы меня прекрасно видите. Вот, да. Будет у меня немного ещё вечернего Питера во влоге. Да, город у вас красивый, поэтому наслаждайтесь. Вот, вот, галерея на заднем фоне, вся светится, вся в огне. Вот, погода вообще обалденная. На самом деле я как-то сейчас даже охотно верю в том, что будет завтра в 27, когда мы поедем за город. Потому что я вот сейчас иду в пиджаке. Я, конечно, одела его, но не скажу, что мне холодно как-то, мне даже более чем тепло. Вот. Комфортная температура для вечера, для 10 часов. Вот, я думаю, что и ночь сегодня тоже будет тёплая. Вчера, конечно, была жесть гроза. Вот, я выяснила, почему мне плохо было ночью. Мы единственные, кто не слышал, а все слышали и на работе, все слышали, и мама в загородном доме слышала. Тоже грозу страшно. Она сказала, что у нас было вообще... Чувствую, что это последняя ночь на этой земле, потому что было очень-очень страшно. И они перезакрывали все окна. Уже по восстанию. Сейчас у нас будет модное селфи с этим, господи, как бы с Лепсом. А тут магазин золотой. Лепс его сейчас активно рекламируют. Ой, Аня, привет! Показывай мне. Я, блин, думала, короче, встану специально, накрашусь для Маши, там, оденусь. Ну, думаю, сейчас 5 минут. Ну, ладно, у тебя одни ресницы лучше, чем мои, раз везде. Немножко, короче, полежу и встану. Маша же облазать время. Да. Пойдем в Март Челес. В Март Челес пришли. Пойдем в приличное место, чтобы мои подписчики думали, что я мажорная чика. Вот, ладно. Чтобы мои тоже, которых у меня нет. Да. Мы сели недалеко от ребят, у которых играла музыка. И сейчас играет песня нашей молодости. Это в каком классе? А, блин, уже одногодки, получается. Это было в девятом классе, да. Песня девятого нашего класса. Как-то давно было. И секрет. Я вообще не знаю ее наизусть до сих пор. Я из Титаника песню знаю до сих пор наизусть. Нет, 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 я такую фигню не смотрела, да, в молодости. Слушай, ты как говоришь, как говоришь, как говоришь, как говоришь. Сырое. Слушайте, Маранди. Слушай, а у них была, конечно, ценная песня после этого? По-моему, нет. Какая-то интересная песня была после этого? А, Save Me, да. А она была сразу же после. Она похожая. Ну, как бы, кто что умеет, он то и поет. Сидим мы, забыла вам сказать, в двух палочках. Я как бы уже пообедала, поужинала я уже правильно. Я поужинала. Я даже, ой, я забыла в Инфеграбе, чем я поужинала. Собственно, вот все, что мне можно сегодня. Это какой-то детокс-коктейль. Сара, Джессика, паприка. Болгарский перец, яблоко, мрахованный фреш, лимонный сок, реприк, лед. А у тебя что было? У меня первый. Это было сочный лобус, клюквы, ежевичный сироп, банан, лимонный сок, вишневый сок, голубик, лед. Ну, что-то дико сладко. Еще там был салат. С курьей, ой, с курьей. С уткой копченой. С уткой копченой. Похоже на бекон. Да? Я вообще не поняла, кто это и не могла долго вспомнить. Ну, тут уже от салата ничего не осталось, поэтому ничего интересного. Субтитры сделал. Привет. Ой, я на классе личного оператора для снимания блога. Так, а... В общем-то, мы приехали уже, единственный косяк, что мы приехали достаточно поздно. И уже нет ни беседок, ни мангалов, ничего. И будем сейчас это все искать усердно. На заднем фоне у меня озеро. Все, я в купальнике, да. Принимаемся мы поиском шампуров на побережье. Нет, на самом деле, день обалденный. Ну, конечно, мы идиоты, потому что мы проторчали час в Ашане. И мы еще, в принципе, достаточно поздно собрались. Приехали бы в 12, было бы немного посимпатичнее эта вся картина. Но все равно день обалденный. Первый день, когда можно позагорать, наверное, сегодня в Питере. 8 августа, нормально. Ай! Единственное, что я не люблю никогда эти шишки, потому что на них, когда попадаешь, очень-очень неприятно. Также хочу пожаловаться вам на своих прекрасных одногруппников. Они меня достали без алкоголя. Пожаловаться, пожалуйста. Да, потому что шампанское вино они убрали охлаждаться. Так я не пойду. Можно? Да, ну у них еще мясо побегет. Но пока не подъехал, говорит, пожалуйста. Пока мясо не приехал, жарьте, что хотите. А они что, хотят, тоже хотят? Партим еще. Скоро. Но мы даже углей мы оставим. У нас реально на одну партию. Ну да, в принципе. Нет, нет, у нас мясо. Да, ну, а что там мясо-то фигню. Вы еще картошку взяли? Ну, картошку мы засунем в угли. А картошку, да, в угли можно. Да, ну ее надо было в фольге. Фольгу кто-то взялся. Это китайский кальян. Да? А как определено? Он должен быть тяжелый. Халил Мамун, он тяжелый. И все египетские настоящие. И Сирия, по-моему, они тяжелые. Им грохнуть можно. Ну вот у меня, короче говоря, мне рассказывали страшные истории, как кальянам, похожим на мой, проломили голову парня. Я как-то сампанк. Нет, просто у меня вот эта вся, она цельная. Ладно, покажу, что я показываю. А сколько такое цельство? А что ты не приедешь? Мы за 5 или за 6 брали. Ребята, поступайте в магистратуру, потому что вы встретите прекрасных людей, с которыми можно собраться 8 августа и провести экватор на природе. Значит, это овощи, которые сейчас нарезают. Также здесь вкусненькие штучки. Такие вот мы взяли сосисочки. Очень-очень обалденные, вкусные. Это Самсон. На правах рекламы. Обалденные колбаски. Берем уже не первый раз на свои гуляния все. Где-то тут было еще ведро с шашлыком. Но я не знаю где. Здесь соевые соусы, всякие чипсы. Кто кипсы взял? Я хочу... Кто не за здоровый образ жизни? Брынзу. Тут что-то собирается Саша, староста, готовить. Он сказал, что он не сегодня повар. У нас праздник, экватор. А где там это? Где радость и счастье? Так, разливаем. Я даже не знаю, как это называется. С одной стороны мажорно, а с другой стороны по-студенчески. Мы же как студенты, но магистрант. То есть обычные, но уже как бы такие. То есть обычные студенты пьют там что неплохое. Советское шампанское и стакань. А у нас эти... С ножками. С ножками. Надо это запротоколировать. Да. У нас жарится мясо. Сашка, а ты что тут жаришь? Шишки. Я пытаюсь обойти его попу, чтобы его не видно было. Моя попа всегда в кадре. А зачем шишки? Для вкусов. А, картошка за вкусом шишек. Да? Вот наш рамзи местный. У нас тут суперский соус от еще одного шеф-повара. Ага. Да. Майонез соус чеснок. Да, обалденно. Ой. Старостная радость. Чавканье за кадром. Очень вкусно. Честно, попроще чистить хабы? Ну, давай. С дельфином это же под водой. Нет, с дельфином это... Это бутерфлай. Бутерфлай. Да. А, бутерфлай это же легко. А мне так тяжело, мне руки очень тяжело. Ты что, бутерфлай это легко, Надя же. Я пока так делаю, я уже потону. Это руки надо вытаскивать из воды, научиться. Мне всегда было тяжело. Я могу тоже бутерфлай. Я могу тоже бутерфлай. У меня тоже крылышки есть. По 3 километра я плаваю. А как лучше? Как у встречи? Я уже плохо плыву, на самом деле, наверное. У меня с авархоженка из водного пола ушла, когда на 14 лет было. Гель. Я из плавания тоже ушла по 14. Я вообще плаваю. Машуль, будешь, да? Пловцы. Пловцы, одни пловцы. Одни пловцы. Вот у нас картошка печеная и сверху брынза, майонез и... Ну, такое неспортивное питание. Брынза, майонез и зелень. В общем-то, сейчас попробую, вкусно это или нет. Саша сказал, что это безумно вкусно. Можно с вами? С нами пристроиться. Или ты хочешь фотку сделать? А где самое? Две машины желание загадать? Да, две машины. Давай мы загадаем желание. А я одну надержу. О, у нас виски с колой принесли. У нас изменилась погода. Вы видите, как-то все грустно. Мы сидим под сосной. Все-все-все. Да, мы сидим под сосной. Вот. У нас на самом деле все круто, потому что мы играем, ребятки. Да. Мы играем. Вон там старости наши загадывают слова. Сейчас следующая будет я. Ой, опять пролетел я. Отлично. Да. Так, Маша, ты готова? Я? Да. Я снимаю влог. Ну, ты будешь на влоге отгадывать. Давай. Надь. Так, ладно, когда человек голодает, он испытывает... Голод. Нет. Жажду. У него желудок уменьшается, тело уменьшается. Как это называется? Ладно, мы это вырежем. Молодец. Окей, космонавты летают, выходят в космос в чем? В скафандре. Молодец. Так, когда ты ешь еду, ты ощущаешь ее вкус. Вот это нечестно. Так, известный клуб United, второе слово футбольное. United, Manchester United. Молодец. Все верно. Все, 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 все. Склаб. Нет, большое. Еду складывали туда. Раньше складывали еду туда. Амбар. Я уже заняла ледярующее положение. Нашла себе трону. Амбар, лопата, праздник, тряпка, салат. Термин не угадали, да? Термин не угадали. Термин. Не угадали лосось. Там не термин, а термиты. Ну, сказала бы термиты. Окладка? Нет. Когда читаешь, новая. Строка? Нет. А, абзац. Нет. Красная строка? Нет, новая. Вот старосты и замстаросты. Старосты, как бы. Ну, вы понимаете, что у нас в группе творится. Про неземную создадку. Про фантастика? Нет. Какой он? Какой? Правильно. Ребята, вы довольны своим руководством старосты? Призамом старосты. Да. Книга. Всем привет. Уже вечер, воскресенье. Сегодня, к сожалению, ничего не сняла, потому что и интересного ничего не случалось. И, с другой стороны, суббота была слишком насыщенная. Вот. И спала я сегодня три часа всего лишь. Вот сегодня был очень тихий, спокойный день. Только вот вечером мы были здесь по магазинам немного. Заехали, согрешили в Макдак. Ну, я хотела, я и говорила, по-моему, я хотела миньонов из Макдака. Но миньоны уже закончились у них, вот эта вот фишка. И в Хэппи Миле были пингвины. Пингвины-бинокль. Ну, в принципе, даже в него можно что-то разглядеть. Вот. Ну, штука такая, побаловаться ребенку круто. Да, я вот сегодня вот с такой прической, на самом деле, не пугайтесь, я мыла с вчерашнего дня голову. Я сразу, как приехала домой, я помыла голову. Но я не хотела сушить. Мне как-то так понравилось, как у меня на пляже волосы смотрелись вот без вот этих вот выпрямленных. Это, ну, как-то, вот знаете, есть такой момент, когда мне нравится, как выглядит моя прическа, ее вот эта графика, ее строгость. Но иногда вот хочется чисто такого расслабона конкретного. И вот сегодня у меня на голове такой вот расслабон. Ну, на этом все. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также напишите мне, пожалуйста, в комментариях, а как эти выходные провели вы? Была ли у вас хорошая погода в городе или нет? Всех вас люблю, целую. До скорых встреч в следующих видео.